Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Ах ты! Добавит? Защитничек нашелся. Молодец. Да пошли у всех, черт. Володь, что с тобой? Все хорошо? Класс! А что здесь происходит? Ну, вот это надо как-то объяснить. Что тут объяснять? В лентовку надо звонить. Ты как? Все нормально. Не надо в милицию. Ты хочешь, чтобы ему это все с рук сошло? Помни уже когда-нибудь. Она не хочет объяснять посторонним мужикам, как на ней сорочку рвали и какие части тела трогали. А я Николая не хочу сюда впутывать. У него и так забот по горлу. Я что-то не понимаю. А как мы собираемся все это скрыть? Это очень просто. Татьяна скажет, что замок защелкнулся и пришлось его выбить. Вот только чтоб тихо все было. Андрюшу не надо будить. Здравствуйте. Хорошо получается. Здрасьте. Хотел выразить вам благодарность за то, что меня приютили. Я до пенсии в питомнике работал, в Бирюлево. Вы уж меня извините, но ваш сад ухода требует. Да, да. Я, честно говоря, сам хотел заняться, но времени все нет, да нет. Хотите подработать? Пожалуйста, тут работы непочатый край. Может, Валерку моего возьмете? А чего? Он парень рукастый и работу как раз ищет. Только, к сожалению, его никто не берет. По здоровью? Да здоровья у него, знаете, как говорится, на троих хватит. А вот с душой врачи говорят посттравматический синдром. Знакомая штука, знакомая. Я сам после войны какое-то время тоже этим страдал. Хорошо мальчишкой был. Забыл многое. Хотя бывает, конечно, срываюсь. Ну, тут история немножко другая. Вы знаете, злобы в нем нет. Я сам даже удивляюсь. А вот как-то с людьми он сходиться не может. Чего говорить, он даже со мной иногда почти не разговаривает. Закрытых помещений боится. А у вас тут для него один под открытым небом как раз то, что нужно. Может, насчет санатория похлопотать. А у меня все-таки связи есть. Мне кажется, знаете, работа – это самый лучший доктор. Хорошо. Тогда не прощаемся. Увидимся. Спасибо вам. Да не за что! Да. На автобусе опоздали? Садитесь, подвезу. А куда? Не спросите? С вами хоть на край света. Да. Ладно, знаю я, куда вы едете. Каждое утро вас вижу. Вы в Березовой роще работаете. Зовут вас Наташа. А меня, кстати, Дмитрий. Ничего себе. Вы из милиции? Почти. Ну, поехали. А почти это как? Я криминалист. Если точнее, судмедэксперт. Но заниматься приходится всем подряд. Штат маленький, людей не хватает. Да, веселая у вас специальность. Спасибо за предложение, но я, наверное, автобуса подожду. Ну, хоть компанию составлю. Вместе веселей. Вы в поселке давно живете? Три месяца. Перевелся из Краснодара. А теперь понятно, почему я вас не знаю. Ну, вы любите свою работу? Работу надо не любить, а делать. Так мой отец говорил. Это да. Я раз тридцать мимо вас проехал. Вы же на этой остановке каждое утро топчетесь. А имя узнал случайно. Вас соседка окликнула в улочной. Ну, хорошо. А сегодня что-то изменилось? Собрался с духом. Ну, и потом. Это Панама. Вам идет. Необыкновенно. Значит, все дело в шляпе. Получается так. А вы на работу не опознаете? Похоже, нам тут еще долго ждать. Да, похоже. Так, ваше предложение в силе? Конечно. Катюша, ну что, как ты себя чувствуешь? Нормально. Да? Хорошо. Скажи, а с Женей? Надо связаться с ним сегодня. Мам. А? Не произноси, пожалуйста, больше этого имени. Хорошо? Господи, а что случилось? Подожди, а он вообще в курсе, что это их положение? Не лезь. Ладно? Катя, я просто пытаюсь, я пытаюсь помочь. Поехали. Катюша. Ой, эти замки постоянно защелкиваются. Помните, мы с Еленой Петровной в апреле тоже не могли дверь открыть? А еще эти окна на первом этаже, решетки, даже не вылезти никак. Пора бы смазать эти замки. Софья, хватит про замки. Что там с Катей? Вы были в больнице, что говорят врачи? Мне ничего не говорят. Ой, я вообще в машине сидела. А Вера Николаевна говорит, ложная тревога. Я, конечно, обычная медсестра, я ни на что не претендую, но все врачи коновалы по сравнению со мной. Особенно в четвертом управлении. Да все нормально с Катей. Ее выписали. Небольшое отравление. Кира звонила час назад. Они уже едут. Дея, а у особняка милиция была с автоматами или пистолетами? В милиции была одна машина. И милиция вела себя очень корректно. Кстати, а где Володя? Его кто-нибудь видел? Макс, а ты почему не завтракаешь? Не твое дело. Ешь свои оладьи. Да Володя еще ночью ушел. Мне не спалось, и я слышала, как он долго ходил по дому, а потом дверь входная хлопнула. Спасибо большое. Было очень вкусно. Но он вчера выпил много. Ну да, прилично. Что ты подмигивал? Не нравится мне все это. За гору какой-то дурацкий. Лично я не мастер хранить секреты. И вообще мне кажется, что бабуля переборщила. Надо было ментов вызывать. Она меня защищала. Это вы так думаете. На самом деле, ваше вранье только на пользу этому быку. Ты знаешь, сколько девчонок отмалчивается в такой ситуации? Он легко отделался. И теперь это играется на другое. Вот и весь результат. Во-первых, ему самому немало досталось. А во-вторых, не надо делать из него какого-то маньяка. Можно? Нет. Теперь ты еще его оправдываешь, да? Да нет. Просто зачем сгущать краски? Ну, напился. Вел себя по-хамски. Ему наверняка сейчас самому стыдно. Главное, что ты вовремя успел. А вообще, спасибо тебе большое. Очень хорошо, что ты здесь. Теперь, пожалуйста, давай поскорее обо всем об этом забудем. Гулять пойдем? У меня сейчас занятие с Андрюшей. Давай попозже. Ладно, иди трудись. Если силовые методы не работают, ищи другой вариант избавиться от Забелина. Какой, например? Да любой, например. Компромат, подкуп, шантаж, все что угодно, чтобы убрать этого клоуна с арены. Все эти варианты прорабатывались. Он чист, как горный снег. Да это по факту. А факты, Лева, это как карты. Есть чистые, а есть скрапленные. Намек понял. Других активистов тоже прижать? Нет. Оставь их в покое. Пусть резвятся. Сами исчезнут, когда мы прижмем Забелина. На расходы не скупись. Задействуй все связи. Лева, меняй тактику. Или плакала твоя дача в Гаграх. Срок неделя. Да, пап, я знаю, что вы договаривались, что выходной. Но я, честно, даже не знаю, где он сейчас улетел. Утром ни свет, ни заря. Ты же знаешь, какая у него работа. Да, да, если объявится, обязательно ему скажу. Но я бы на твоем месте вообще не рассчитывала бы. Ты знаешь, что это Таня? Таня, скажи. Таня, она же прекрасная. Говорит по-английски, да. 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 Да, у тебя очень умная дочь. Очень умная. Да, давай. Давай, пока. Кать, да что происходит? Правда, я не верю, что Женя тебя обидел. Может, ты не так поняла? Может, да стой. Может, тебе кто-то что-то на него наговорил. Женя. Да, успокойся ты. А, молодец. Папа-папа. Да, папа-папа. Да платье-то куда? А я не буду это носить. Хочешь, забирай. В восьмом классе я тоже обиделась на своего мальчика. Он подарил мне книжку, а оттуда выпала фотография красивой девушки. Это оказалась Марина Влади. Его мама собирала фотокарточки артистов. Успокойся. Таня, никто меня не обижал. Ну, а что случилось? Тань, у меня от тебя нет секретов. Но мне очень тяжело об этом говорить. Дай слово, что ты не расскажешь Максу и папе. Ну, разумеется. Я залетела. Да, вот так бывает. Но он не хочет ребенка. Он боится стать плохим папой и... боится, что одновременно не сможет добиться успеха в кино. Мы с ним страшно поругались. Он уехал на съемки, а я... пыталась избавиться от всего этого. У меня не получилось. И я передумала. Ты... станешь мамой? Да. Матерью-одиночкой. Потому что такой отец-эгоист моему ребенку не нужен. Так и хватит. Больше не расспрашивай меня ни о чем. А то мы с тобой поругаемся, все, я не хочу терять единственного друга. Тань, ты здесь? Тебя Николай Васильевич ищет. Да, сейчас. Иди, иди. Только помни, ты дала мне слово. Таня, ты здесь? Вы меня звали? Да. Пристарывайтесь, Тань. У меня к вам будет просьба. В Москву приехала делегация иностранных архитекторов. И на совещании будут работать приглашенные синхронисты из МИДа. Вечером будет торжественный банкет. В частных беседах я предпочитаю не пользоваться услугами приглашенных переводчиков. А у меня английский так себе. Обычно меня выручают взять, но сегодня он не сможет приехать. Но английский и испанский без проблем. Вот с французским похоже. Английского будет вполне достаточно. Ну, я могу на вас рассчитывать? Разумеется, для меня это тоже хорошая практика. А когда надо ехать? Ну, через полчаса. Собраться успеете? Думаю, да. Только предупрежу Андрюшу, что наши занятия переносятся. Хорошо. Спасибо. Андрюш. Ой, Танечка, можно тебя на минутку? Да. Я хотела спросить, а ты тоже не видела, как уходил Володя? Нет, я спала. Ну, да. Конечно. Просто очень странно. Видишь, тут его вещи. А дома туфли и барсетка с паспортом и с правами. То есть, получается, он ушел в Колином тренировочном костюме. И в его кедах. Без документов, без денег. Скажи, а вчера вечером вообще, как прошел вечер? Ну, мы немножко пообщались. Он пил коньяк, хотя я попросила его этого не делать. А потом он пошел к себе в гостевую. Ну, да. Да, понятно. Хорошо. Извини меня, просто я очень волнуюсь. Вдруг он попал в какую-то передрягу. Я спрашивала у охраны на въезде. Они говорят, что через КПП он не проходил. Ну, до шоссе быстрее по прямой через лес. Там есть дырка в заборе. А зачем ему на шоссе ночью? Может, он поймал попутку и поехал в Москву? Ну, да. Может. Прости, не бери в голову. Наталья Павловна, а можно поинтересоваться? Что это за интересный мужчина вас сегодня на машине привез? Поинтересоваться можно, но только толку с этого не будет. Ой, а вы прям вся такая секретная. Ну, агент 07. Что, есть что скрывать? 07 – это номер межгорода, солнце мое. А много будешь знать, скоро состаришься. Ну, меня старостью не напугаешь. Потому что, Шарапова, давай, поведай миру, что там за фрукт. Сосед. Нам было по пути, вот она подвез. А, сосед у нас, наверное, важная птица, раз уж на своей ладе рассекает, занятой человек. Да, не всем с утра до ночи в оглуши бить. То-то вы еще в машине 10 минут вели приятную беседу. Слушай, что ты вцепилась, как пиявка, а? Ну, тебе какая разница? Не бузи, комфорку сломай. А ты правда, не лезь в чужие дела, любопытная Варвара. Елена Петровна, ну вот она меня не любит, но я все-таки скажу. Ну вот сами посудите, какому солидному мужчине нужна жена-кухарка. Губы она раскатала. Я так говорю, потому что я знаю, он ее поматросит и бросит. К тому же у него на лице написано, что он пройдоха. Наталья Павловна, вы же знаете, как я к вам хорошо отношусь. Но вы здесь за всеми ухаживаете, а о себе забываете. Да на таких, как вы, ездят, еще и погоняют. Вот наставница нашлась, а. Мой отец, Петр Георгиевич, был русским посланником в Пекине. Генерал, дворянин, Георгиевский кавалер. А мать крестьянка Тамбовского уезда. Ну это скорее исключение, Наташа, а не правило. Как будто я не знаю, Елена Петровна. Не греха напомнить. У нас есть подобные проблемы, но существует список ЮНЕСКО, перечень объектов народного наследия. И это серьезный барьер для мошенников. Да, я понимаю. Но дело в том, что речь идет не о какой-нибудь Пизанской башне или Колизее. Здание не больше, не больше ста лет. Слушай, что-то меня, что-то меня прям повело, разморило совсем. Вы ночь не спали, это не удивительно. Да, может быть ты и права. Я пойду, умуюсь холодной водой, хорошо? Не пойти с вами? Нет, нет, останется, пожалуйста, с нашим другом. Он хороший человек и очень влиятельный. Поразвлекай его, я сейчас. Экс, я возьму. Катюш, нам надо поговорить. Нет, нам не надо разговаривать. Доченька, послушай меня, пожалуйста. Я очень не хочу обижать твои чувства, но беременность, это неразменная монета в отношениях с любимым человеком. Ну, надо как-то стараться быть мудрее и терпимее. Я уже терпима, раз тебя слушаю. Понятно. А знаешь, я сама была в подобной ситуации. Коля тоже не хотел заводить детей. Его беспокоило наше зыбкое материальное положение, отсутствие жилья. Да, а еще знаешь, что больше всего, как раннее материнство отразится на моей карьере. Чушь. Он боялся, что когда появится ребенок, ты перестанешь любить чужую тебе веру. Знаешь, это уважительная причина, а уже не блажь. Но знаешь, что самое главное? Самое главное, что он одумался. А я тогда, а мне было все равно, я уехала жить к Лоре Павлоградской. А через неделю Коля одумался, прибежал, стал ломиться. Он выломал дверь, Женьку напугал, просто до Колик. Вот они, кстати, с тех пор с Лорой не ладят. Но самое главное, что через полгода я стала мамой. А ты не бойся, дверь от тебя выламывать никто не будет. Ну вот это-то меня и беспокоит. Потому что ты не я, а Женя, не Коля. И вообще сейчас времена другие. Катюш, мне кажется, что ты должна его найти и спокойно, нормально с ним поговорить. Без истерик. И просто сообщить ему о своем решении. Да я даже не знаю, где они снимают. Ну, слушай, вот это самое простое. Мир кино, знаешь, очень тесен. Ай, уж съемочная группа вообще не иголка в стоге сена, чтобы не найти. Так что я сделаю пару звонков. Мам, ты знаешь, чего добьешься этим? Я уеду, сниму квартиру. Продам себе свои побрякушки, одежды. Мне надолго хватит, поверь. Тебе ясно? Ясно. Девушку Забелина ищете? Вы вроде бы с ним пришли. А, да, я переводчик. Понятно. Вынужден вас огорчить. Николай Васильевич здорово перебрал, его отвели в номер. Не может быть, он же за рулем. Я весь вечер была вместе с ним, он не выпил ни капли спиртного. Ну, значит, не уследили. Вы спросите у администратора гостиницы. Он вам подскажет, где его разместили. Хорошо. Спасибо. У вас должен быть второй ключ. Открывайте. Не имею права, мне влетит. Вам влетит, если не откроете. Это не какой-то пьяный интурист, а руководитель главка. Открывайте. Ёлки зелёные, ладно. Вы кто? Что значит кто? Я его супруга. Вы провокаторы, я вызываю милицию. Спокойно, без нервов. Мы просто номером ошиблись. Пошли вон отсюда. Уже уходим. Таня, что происходит? Мне сказали, что я в больнице. Все хорошо, сейчас поедем домой. Как вы себя чувствуете? Уже лучше. Сок что-то подмешали. Вкус был странный. У вас хотели скомпрометировать. Да. Хотят с должности снять. За аморалку. Есть муссоветия, мразь одна шаманский. Лап, не суть. Вы меня сегодня спасли от грязного скандала. Но даже не знаю, как вас благодарить. Да никак не надо. Просто знайте, что вы всегда можете на меня рассчитывать. Я в Бога не верю. Но если не он вас послал мне, тогда кто? А ну здесь. Кто? Одноглазое чудовище. Где? Да успокойся, никакое ты не чудовище. Это сын Василия Захаровича, Валера. Дедушка сказал, что он хочет поручить ему уход за садом. А почему у него один глаз? А он был в плену, его пытали. Но он хороший. Так сказал дедушка, а дедушка в людях разбирается. Алло. Вахта, слушаю. Здравствуйте. Это вас беспокоит знакомая Владимира Холодова. Скажите, а можно его позвать к телефону? Девушка, это общежитие, а не переговорный пункт. Да, да, я понимаю. Просто дело срочное. Видите ли, он забыл у нас свои документы и кошелек. Может быть, ему можно записку передать? Передать можно, но когда, не знаю. Холодов уже два дня не ночевал. А кто звонит? Алло. Алло, говорите. Это и есть твой герой? Что-то не похоже. Бродяг какой-то. Он вертолетчик. Был в плену у моджахедов. Ему здорово досталось. Фуфло, его бы сразу пустили в расход. Зачем кормить вражеского солдата? А может, они его обменять хотели на своего? А что же не обменяли? Видишь, какая у него харь злобная? Он, наверное, своих предал. Из-за этого его в живых оставили. Я его видел уже. Ходит с тележкой по помойкам, мусор собирает. Твой герой псих конченый. Да был бы он предателем, его бы уже в тюрьму посадили. А если он и сейчас на моджахедов работает? Они хотят завербовать твоего деда и втираются к нему в доверие. Хана, предатель! Ты что делаешь? Ты что делаешь? Ты что делаешь? Может, со мной поговорит кто-нибудь? А то я тут вкалываю, как папа Карло. А они там избучитальню устроили. Так. Так. Нарушение пигментного обмена с повышенным содержанием порфирина в крови и тканях и их усиленным выделением с мочой и калом. Ну, что за фигня? Ну, написано же. Порфирия. Это как у вампиров, что ли? Совсем с ума съехали. Зачем вам это? Макс, мы, кажется, заразились. Не подходи к нам близко, ладно? А, да вы гоните. Я вам что, Андрюша, что ли? Посмотри. Проявляется фотодерматозом. Да, я вот чешусь вся, прям целый день. Гемолитическими кризами, желудочно-кишечными и нервно-психическими расстройствами. Ну да, все так и есть. Слушай, кажется, он нам не верит. У меня гемолитический криз. Мне срочно нужна кровь. Давай его укусим. Давай. Да вы что, гоните, что ли? Да какой укусим? Да вы что, Дурчик, я на репетицию опаздываю. Смотри, Дурчик, давай. О, боже. Что случилось? Где упал? Где больно? Нигде. Надо Валеру спасать. Садовник? Такая рама и без нас справится. Да в него камни бросают. А он только не может, что руками закрываться и голову втягивать. Пойдем, я один не справлюсь. Прояга. Давайте сильнее, ребята. Убейте его. Что нам сюда? Эй! Шухер, пацаны, наступили! Бегите его! Так, его надо срочно в дом. Да, ему нельзя. Отец сказал, у него клаустрофобия. Еще бы пять лет в колодце просидеть. У него кровь. Надо его в медпункт. Ты не вкурила? Он боится замкнутых пространств. Эй, дружище, у нас дома тоже зеленка есть. Пойдешь? Не бойся, Валер. Тут все свои. Ладно, надо собираться. Тань, помоги мне. Так, все, мне пора. Полчаса до репетиции. Валер, пойдешь с ними? Они ребят хорошие, хоть и с придрью. Давай. Я провожу. Так, пойдемте. Только у нас нечем рану обработать. Ничего, я схожу в аптеку. Отлично. Пойдемте. Сейчас мы тебе пробойну заделаем. Давай. Я сам. Как скажешь. Как клаустрофобия. Стены не давят, потолок не падает? Нет, здесь красиво. Нам сказали, что ты разговаривать не умеешь. А ты вон как говоришь. Твои рисунки? Да. Нравятся? Можно посмотреть? Можно. Если интересно. Я тоже однажды умер. Пока человек жив, у него должен быть шанс. Позволь я ему остаться живым. Спасибо вам. Мне надо идти работать. Татьяна Михайловна, уделите минутку. Здравствуйте. Мы знакомы? Нет, я Лева. У меня к вам интересное предложение. Угощайтесь. Спасибо. А если мы не знакомы, то что за предложение? Это вы меня не знаете, а я вас знаю как раз достаточно. Вот скажем, ваша поездка на Кубу. Прекрасное место. Сигары, ром, бокс. Превосходно. Но ведь это вынужденная поездка. Так же, как и ваша работа у забельных. Вас надули с распределением. А что, если вдруг справедливость восторжествует? Вы добрая фея? Круче. Сети Фокуса с балами и каретами давно устарели. Я могу сделать так, что вы получите место в испанской школе, куда еще пару месяцев назад так рвались. К тому же, по моим сведениям, поездка на Кубу под большим вопросом. Вы из КГБ? Спасибо. Совсем другая сфера. Но возможности наши весьма обширные. Мое место отдали сыну проректора. Он тупой двоечник, забулдыга. Таких детям вообще нельзя подпускать на пушечный выстрел. Одно ваше слово, и он отправится на принудительное лечение, где ему самое место. И что вы просите взамен? Всего об одной пустяковой услуге. Я передам вам небольшой сверток, который нужно будет оставить в кабинете у профессора. Ну, скажем так, в шкафу за книгами. Плохо вы меня изучили, Лева. И что же я упустил? Я не предаю своих. Хватит нести эту пионерскую чушь. Забельный вам не свой. Он вас нанял. Вы такая же прислуга, как кухарка или шофер. Он барин, а вы... Кого вы называете своими? Его из балованных отпрысков? Капризную жену в бриллиантах? Деспотичную мамашу, страдающую маразмом? Снимите розовый очки, Татьяна. Вы из простой рабочей семьи. Вы все в жизни достигли сами. Вы жили в общаге пять лет. Вы подрабатывали на почте, едва сводя концы с концами. Они жируют в трехэтажном дворце, в элитном поселке, с КПП на въезде. Чтобы такие, как вы, оборванцы, не портили им вид из окна. Руку отпустите. Что? Если не отпустите руку, я вам врежу. Да. Я вас плохо изучил. Вы идиотка. Николай Васильевич, ко мне сейчас прислал какой-то чип Попычи из магазина. Просил, чтобы я подсунула вам пакет. Обещал горы золотые. Мне кажется, вас опять хотят подставить. Как он выглядел? Да, обычно жевал постоянно жевачку, шепелявил немного. Он представился Левой. Помощник Шиманского. Гаденыш. Я послала его куда подальше, но просто, мне кажется, он просто так не остановится и найдет еще кого-нибудь. Тань, закройте ворота, если вам не сложно. Я недалеко отойду, на соседнюю улицу. Конечно. Что случилось? Ему объявили бойкот. Его дачная компания. Теперь с ним никто не разговаривает и не играет. Знаете, уж лучше быть одному, чем с кем попало. Он просто должен это понять и все. Да, или как у Высоцкого. Но был один, который не стрелял. Молодец. Да. Сильный. Справится. Пойдемте. Я был крепок, взял волю в кулак И принял, что друг мой враг Моим мечтам попутного ветра Стал блеском в любимых глазах На наших лицах печать былых эпох В сердцах шальных шепот тревог И все повторяется. Ты чего здесь делаешь? А я не смогла достать билет на концерт И вот решила, приду, послушаю репетицию Я не думал, что тебе нравится наша музыка Ой, мне очень нравится Больше того, у меня есть записи даже самые ранние Удивлен Ладно, погоди На, держи Ну зачем так много? У тебя есть друзья? Им отдай Да, и в этом скафандре на концерт не приходи А в чем? Кожная куртка есть? Есть Ну вот ее и надень Не обижайся, просто не хочу, чтобы над тобой смеялась всякое дурачье Быстрее, на совещание опаздывай Успеем, успеем Шиманский О, Николай Васильевич в гости, пожалуй А что вы так раскраснелись, товарищ дорогой? У тебя со мной не получилось, ты решил за моих родных взяться? Родная? Уже родная, а нет Сидяна в бороду без своего ребра, Николай Васильевич? Да я вас прекрасно понимаю Девочка-то, загляди Держи его Что, так серьезно все, да? ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Что значит требует? Разъясни ему, что это милиция, а не дом свиданий Документы проверил? Шабалов, мать честная! Дежурный по отделению сон Тише, не шуми Не видишь, человек отдыхает Тоже ваш человек? Вон тот мой Забелин На выход Ты как узнал? Птички начирикали О, яй-яй Протокол? Запись в журнале Все сделаем, комар носу не подточит Товарищ Шабалов, извините Как быть заявителем? Мои заботы Пошли, забияка хренов Саш, ты извини, что так получилось При таких обстоятельствах встречаемся Ты свои извинения попридержи Держи, они тебе еще пригодятся Тебя ждут большие неприятности, Николай Предупреждаю сразу Я не собираюсь вмешиваться в дела твоего порткома А я тебя не прошу об этом? Черт возьми, ну как тебя угораздило? Ты не знаешь поговорку? Не тронь дерьмо Не держался Потому что нервы не к черту Не бережешь ты себя, профессор Не отдыхаешь Я вот трижды в неделю в сандуны хожу Бассейн, массаж, парилка Присоединяюсь Я подумаю Что там по нашему делу? Я работаю над этим Хотя после учененного тобой мордобоя Есть человек, ЦИКА Мы недавно знакомы Я договорился про встречу Обрисую ситуацию Покажу твои картинки Шанс есть Спасибо До дома у меня подбросишь? Ну куда же я денусь? Пойдем Спасибо И что еще за явление? Подожди, это же собака Лебедевых Из шестого дома Да, это звезда Она убегает постоянно И носится везде Я ее на футбольном поле нашел А Лебедевых дома нет Дедушка, а можно она у нас до вечера останется? Можно Но только вечером отведешь ее сам Да, хорошо А можно я котлету дам? Можно Можно Ну Что такое? Что там такое? Что? Ежа услышала? Что? Подожди, куда ты? Эй, звезда Подожди, куда ты? Что там такое? Что там? Фу Что там? Фу Точно, Ежа, что там? Точно, Ежа, что там такое? А-а-а-а-а-а-а... Точно, Ежа, что там такое... Продолжение следует...